Ну а теперь время выйти на эту сцену еще одному участнику. Вы знаете, на кастинге он заставил плакать весь зал. Говорю абсолютно серьезно и искренне. И вы знаете, его слова действительно услышали миллионы телезрителей. В своих комментариях они стали называть его «большой человечище». Сегодня он снова на этой сцене и готов побороться за место в финале. Артем Венгерович. У нас в год погибают и пропадают без вести десятки тысяч пацанов и девчонок. А вам некогда. У вас же есть более важные дела. Таких, как мы, сирот, можно же оставить на потом. Правильно? Правильно! Знаешь, талановитый, тільки не зупиняйся. Три так, ты проходишь далі. Ми вітаємо тебе. Я просто хочу донести до людей важные мысли. Жизнь без поддержки – это просто, наверное, самое ужасное. Потому что, когда тебе никто не поддерживает, когда ты просто сидишь, и ты абсолютно над любой вещью начинаешь волноваться, и тебя никто не может поддержать. Это просто жесть. Если хотя бы один или два человека подумают об этом, это уже будет успех. Вот этот вот маленький, 11-летний ребёнок не побоялся выйти и на широченную аудиторию сказать то, что не могут сказать очень многие взрослые. То есть некоторые себя загоняют в какие-то рамки. Просыпаюсь, иду на работу, засыпаю, просыпаюсь, иду на работу, засыпаю. Сейчас у взрослых стереотип, они считают нас детьми вот просто такими неотбитыми, но очень глупыми, и которые ничего вообще не знают. Мы очень много размышляем и представляем себе очень много чего. А у взрослых просто нет на это времени. Нам надо получать удовольствие и вообще жить в радость. Артем Венгерович, 11-летний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А ведь однажды мы с ребятами размышляли о том, какими мы будем, когда станем взрослыми. Мы думали примерно так. Мы не будем ходить в школу, никаких домашних заданий, будем сами делать то, что нам нравится, и будем кем захотим. Кто-то космонавтом, а кто-то путешественником, а кто-то крутым рок-музыкантом. Все будут нами восхищаться, а родители гордятся, и мы будем счастливы. Мы долго размышляли об этом, и я стал вспоминать всех взрослых, которых я знаю. Я ведь знаю много взрослых, но я не помню ни одного рок-музыканта, или космонавта, или путешественника. Обычно они работают в офисах какими-то инженерами, бухгалтерами. Кто-то работает даже директором. Но я не видел, чтобы они были счастливы. Да-да, бесспорно, они бывают грустными, бывают хмурыми, да и веселыми они тоже бывают. Но счастливыми я их никогда не видел. Но таким счастливыми, как я, когда на мое петелесие мне подарили крутую красную пожарную машинку, о которой я так долго мечтал. А вот папа, когда купил себе новую машину, он только выглядел счастливым. А еще у папы было золотое правило. К моей машине не прикасаться! Вот у вас, взрослых, очень много правил. И некоторые из них мне непонятны. И, видимо, вам тоже. Потому что, когда я спрашиваю, вы говорите что-то вроде правила нужны, без них будет полный беспорядок. А сейчас у вас что? Хотите сказать порядок? А вы знаете, сколько за прошлый год умерло 11-леток? Таких, как я. И, видимо, ваши правила это допускают. А еще я не хочу быть взрослым из-за войны. Война. Вы просто... За всю историю человечества не было ни единого дня без войны. Не было ни единого дня без того, чтобы люди не убивали друг друга. Взрослые уверены, что выступают правильно. Но, как мне кажется, вы сами не знаете настоящих причин. Не было ни одного дня, чтобы человек не уничтожал себя и окружающего мир. Что вы делаете с миром? Как ваши правила могут допускать все это? Что вы делаете с миром? С моим миром? Ведь он не ваш, нет. Он мой. Он ваших сыновей, дочерей, внуков и правнуков. Мы будем здесь после вас. В каком виде вы нам его отдадите? И не нужно думать, что вы ничего не решаете. И что вы, и вот вы, и вы, и вы лично не виноваты в том, каков этот мир. Не надо думать, что вы невиновны. Нет. Среди взрослых нет ни одного невиновного. Поэтому задумайтесь. Хотя бы немного. Если вы любите своих детей, задумайтесь. Артем Венгерович. Правдиво, честно и очень талантливо. Привет, Артем. Здравствуйте. Рад тебя видеть. Посмотри, как тебе аплодирует весь зал. Но я сразу хочу тебе рассказать о том, как тебя поддержали в телепортале. Ну. Итак, 81% телезрителей поддержал тебя. И только 19% возможно чего-то не поняли. Ну что ж, обращаясь по традиции к нашим судьям. Дидзю, прошу тебе слово. Артем, я в этом жизни буду снимать еще фильмы. И обовязково запрошу тебя. Спасибо. Наступно буду снимать каску. И думаю, что можешь уже себе записать, что Дидзю запрошу тебя снятися в этой каске. Окей. Ты талановитый хлопец. У тебя великое майбутнє, я говорю, вактора. Развиваю в себе це. И шкода только одне, что я зараз снимаю фильм Дидзю контрабас, и там не было для тебя роли. Ты молодец. Арна. Спасибо. Спасибо. Слава. Артем, ну это, наверное, действительно такой вызов для такого маленького человека. Бросать в лицо взрослым все недовольства, которые могли бы быть озвученными всеми детьми мира. Потому что и мы тоже были детьми. У нас точно такие же были непонимания со взрослыми. Это постоянная проблема. Из года в год, из века в век мы никак не можем сойтись. А кто автор этого текста? День. Не важно. Не важно. Классный человек. А я могу попросить тебя совет? Какой? У моему сыну 13 лет. И, безусловно, он тоже мне говорит, что мы не понимаем друг друга. Хотя мы друг друга очень-очень любим. Как найти ключ? Что мне сделать, чтобы его жизнь, конкретно его, изменилась? Может быть, чтобы я стала другой? Ну, я не знаю вас в жизни, я не знаю вашего сына в жизни. Ну, чтобы ты посоветовал своей маме и всем мамам. На самом деле у нас у всех одинаковые проблемы, мне кажется. Именно ты. Вот возьми, посоветуй нам что-нибудь. Артем, от себя, от души. Очень хочется тебя услышать. Просто доверяйте своим детям и прислушивайтесь к их мнению и любите их. Это все самое главное. Спасибо. Классный ответ. Ну что ж, друзья, не останавливайтесь, аплодируйте. Дело в том, что сейчас Артему нужны и ваши аплодисменты, и, конечно же, поддержка всех тех, кто сейчас нас смотрит. Номер телефона, по которому вы можете поддержать этого талантливого, бесспорно, парня. Вы сейчас видите, и я его вам лишь напомню. 0-900-901-0-0-3. Либо смс-сообщение, код 03 на номер 3399. Либо телепортал. Спасибо тебе огромное. Я очень надеюсь, тебя сегодня поддержат зрители. Это был Артем Венгерович. Редактор субтитров А.Семкин